Добрый день, друзья! Я беру интервью у Акана Мусакулова. Акан у нас профессиональный клипмейкер, его мнение мне очень интересно на самом деле. А у меня будет два вопроса, я буду спрашивать касательно самого гаджета. Первый вопрос. И второй, это у меня будет такой, из чистого любопытства. Насчет перспективы съемки клипов и вообще видео на, ну скажем так, непрофессиональные устройства. Ну, эта тенденция, в принципе, она уже продолжается, как бы это, может быть, сказать, не новинка. Самое главное, в видео, в любом видео это, наверное, больше идет не техническое оснащение, а именно идея. Поэтому на телефоне уже, в принципе, снимают фильмы, уже снимают клипы. Я думаю, что нынешние устройства, позволяющие снимать Full HD, а то идет, как эти устройства и 4К. Я думаю, что для них не будет проблемы сделать отличную картинку. Я думаю, что, в принципе, наверное, в моем будущем будет такой опыт, чтобы оснять клип или, может быть, какой-то короткий метр, именно на устройство с этого телефона. Попробовать это. То есть, общая тенденция идет к тому, что разбивается связь между профессиональным устройством. Да, 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 потому как лет десять назад никто не мог себе представить, что можно бы снимать видео или фильмы на фотоаппарат. Сейчас это, как бы, одно из самых удобных устройств для съемок. Поэтому, с развитием технологий, я думаю, что даже с маленьким устройством можно делать отличную картинку. То есть, уже сейчас, видимо, такие устройства типа S6H могут быть в качестве такого карманного устройства режиссера или продюсера или оператора, да? Который может по нему делать какие-то пробные съемки и так далее. Да, безусловно. Эти телефоны я сам попробовал, я сам использовал их в работе. Они очень удобны на площадке, за счет того, что можно создавать превизуализацию, с помощью телефона делать. То есть, какие-то раскадровки, делать просто фотографии. Можно загружать сюда же. Ролики уже смонтированы, чтобы уже на площадке смотреть раскадровки, превизуализацию. Можно какие-то монтажный план посмотреть, сценарий почитать. Ну, это очень удобно. Раньше эти были телефоны, сами помните, многие, которые читать неудобно. О да, мы это все помним. Вот смотрите, данная модель S6H уже снимает 4К, но пока, правда, без оптической стабилизации. Но я так понимаю, производители типа Samsung рано или поздно добьются того, что камеры начнут снимать 4К уже с оптической стабилизацией. Вот как вы думаете, будет ли такой момент, когда режиссеры и операторы будут, ну, для них это уже будет неважно снимать профессиональные камеры некоторой сцены, либо, ну вот, откровенно такими мобильными устройствами? Да, потому что в кино бывают такие моменты, когда нужно снять что-либо, может быть, с нижней точки, либо, может быть, залезть в какое-то помещение, где вот именно маленькое пространство. Сама видеокамера, как бы, они большие, все очень объемные, громоздкие, не позволяет этого сделать. С помощью телефонов, а также маленьких камер, таких как GoPro, это все делает очень удобно. Но так как есть телефон, в котором можно поставить видео, может снять телеслоу-моушн, я думаю, что да, это очень удобная вещь. Спасибо Акам большое. Не за что.